Минобороны раскрыла характеристики ракеты 9М729. 24 января 2019 года деловая газета «Взгляд Минобороны» раскрыла характеристики ракеты 9М729. Ракета комплекса «Искандер-М». Источник изображения – Юрий Смитюк. Та скрылатая ракета 9М729, которая, по мнению США, нарушает ДРСМД, является модернизированным вариантом ракеты 9М728, входящей в состав «Искандер-М», заявил начальник ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-лейтенант Михаил Мотвеевский. Минобороны в рамках добровольной транспарентности проводят брифинг для иностранных военных «Атташи», в рамках которого рассказывает о ракете 9М729 комплекса «Искандер-М». Именно эту ракету США считают нарушающей договор о ракетах средней и меньшей дальности – ДРСМД. В освещении брифинга принимают участие около 250 журналистов, в том числе более 100 иностранных. Крылатая ракета 9М729 является модернизированным вариантом крылатой ракеты 9М728, которая входит в состав комплекса «Искандер-М». Модернизация крылатой ракеты 9М728 была направлена на повышение мощности боевой части и точностных характеристик. Ракеты 9М728 и 9М729 унифицированы по большинству основных агрегатов, сказал Матвеевский, передает РИА Новости. По его словам, на ракете 9М729 размещено боевое оснащение повышенного могущества и новый бортовой комплекс управления, обеспечивающий более высокую точность поражения цели. Изменение количества боезаряда и внедрение дополнительной аппаратуры при сохранении диаметра ракеты привело к увеличению ее длины и соответственно размера транспортно-пускового контейнера. Общая длина транспортно-пускового контейнера возросла на 53 сантиметра, отметил Матвеевский. Он подчеркнул, что ракеты 9М728 и 9М729 снаряжаются боеголовкой и заправляются топливом только в заводских условиях. Масса топлива при этом обеспечивает максимальную конструктивную дальность полета, ограниченную требованиями договора РСМД. В войска они поставляются в специальных контейнерах. Изменение массы топлива и дозаправка ракеты в войсковых условиях невозможны. В войсках осуществляется только хранение ракет, их содержание на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах и проведение регламентных работ, сказал Матвеевский. Он также подчеркнул, что максимальная дальность полета ракеты 9М729 уменьшилась на 10 километров и составляет 480 километров, что соответствует условиям ДРСМД. Матвеевский уточнил, что с 2008 по 2014 год на полигоне проведено более 100 пусков ракет различного назначения. При этом все пуски ракет класса «Земля-Земля» проводились на дальность, не превышающую ограничения, предусмотренные договором АРСМД. Исключение составляют только пуски ракетных средств стратегического назначения, уведомления по которым направлялись США в рамках соглашения от 1982 года, сказал он, передает РИА новости. Он добавил, что на Капустином Яре испытываются ракеты различных классов и назначений, для различных видов и родов войск. Как видите на полигоне испытывается широкий спектр различных изделий, осуществляющих полет в том числе и на дальность, превышающую 500 километров, добавил начальник ракетных войск и артиллерии. Тем не менее, это не означает, что Россия нарушает условия ДРСМД. В понедельник Россия заявила США о готовности к беспрецедентной открытости по ракете 9М729. Газета «Взгляд» подробно сообщала о претензиях США к российской крылатой ракете 9М729, которая якобы нарушает положение ключевого ракетного договора РСМД. Вашингтон уже объявил, что 2 февраля начнет процесс выхода из договора РСМД. Вашингтон заявил, что дает России полгода для подтверждения выполнения договора. При этом Газдеп анонсировал разработку запрещенных договором ракет. Алина Назарова 23 января 2019 года Права на данный материал принадлежат деловая газета «Взгляд». Материал размещен правообладателем в открытом доступе.